И редакция художественного вещания Свердловского телевидения в программе «Один на один при свидетелях» представляют Дмитрия Маликова. Дмитрия Маликова 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 в сцене концерта? Ну, вы знаете, это вообще вопрос очень сложный. И на самом деле, это достаточно сложная задача. Потому что это явление, во-первых, практически не встречается. То есть есть люди, которые заканчивают, допустим, консерваторию, занимаются эстрадой. Таких людей много. Но вот, чтобы одновременно делать это и другое, я даже не могу припомнить. Ну, в свое время был такой музыкант, которого звали Рэг Дуэйт, которому потом пришлось стать Элтон Джона. Как-то он одно время сочетал это дело, но... Да, опять же, это, так сказать, явление очень редко встречающиеся, но Элтон Джона это величина какая. Вы знаете, тут вообще мне приходится просто много работать для того, чтобы как-то и то, и другое балансировать. Потому что и в том, и в другом деле достаточно серьезная работа и нужно очень много вложить. И поэтому просто я пока молод, мне хватает сил физических, и психических сил, для того, чтобы серьезно заниматься тем и другим. Хотя, конечно же, наверное, рано или поздно придется сделать выбор и заняться чем-то одним. Ну, пока вы не можете сказать, в какой-то причем? Пока я не могу сказать, потому что, ну, я думаю, что жизнь сама все подскажет. Факт тот, что просто музыка для меня существует, так сказать, просто хорошая и плохая. И я не подразделяю ее на какие-то там жанры, классическая, современная, народная. Просто есть хорошая музыка, и ей я стараюсь заниматься. Я даже, честно говоря, мне не очень укладывается. Чисто физически, видите, насколько я понимаю, чтобы стать настоящим пианистом, наверное, по 8-10 часов за роялем проводить. Как это получается? Ну, вы знаете, не совсем по 8-10 часов. Во всяком случае, мне по 8-10 часов проводить за роялем не нужно, потому что у меня есть какие-то, так сказать, природные качества мобильности. То есть то, что кому-то дается за 6-8 часов, мне достаточно позаниматься 3 часа, я сделаю то же самое. Вот. И, наверное, это меня выручает. Так, ну, тогда вообще, мне, кстати говоря, кажется, что ведь это, в общем-то, ведь не только разные музыкальные специальности. Это ведь, в общем-то, разный образ жизни. И совершенно разная музыкальная аудитория. Аудитория разная. Но, как это ни странно, многие девочки, которые любят меня как эстрадного исполнителя, все время звонят мне и как-то находят, пишут письма, что они хотели бы почаще видеть меня на классических концертах, чтобы я играл для них. И я надеюсь и верю в то, что просто я вижу, и даже, судя по концерту в Свердловской филармонии, интересы у молодежи растет, классической музыки. И я думаю, что, так сказать, как раз именно путь через эстрадного популярного исполнителя классики, он, может быть, даже самый быстрый, потому что я могу их убедить в том, что это хорошо и что это нужно. Музыка 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 о поклонниках музыкальных, то такой вопрос. Как вы относитесь к тому, что у вас, по сути, те же поклонники, что, скажем, и у «Ласкового майя»? Или совсем правы? Дело в том, что вы, конечно, во многом правы, хотя я считаю, что места для всех хватит. И просто молодежь, она одна, и она любит, конечно, и «Ласковый майя» любит, и меня любит. Ну, просто у меня есть какие-то свои люди, которые, так сказать, интересуются только мной. В основном это девочки и ребята, которые закончили музыкальную школу, вот я обратил внимание. То есть они сейчас не занимаются музыкой, но учились когда-то. То есть у них есть какое-то определенное начальное такое образование, и им его достаточно для того, чтобы понять, что моя музыка несколько просто более серьезная. И даже эстрадная музыка, она посложнее просто, чем наша вот эстрада, которая... Хотя я себя в никакой мере не отделяю. Просто у меня есть какой-то свой почерк, свой стиль, который многим нравится. Вот. А что касается тех же поклонников, ну, это в конце концов неплохо. Они любят меня, они любят «Ласковый майя». В конце концов, они, я думаю, сделают выбор, и даже если они не сделают выбор, в любом случае мне это только приятно. Ну, вы как-то общаетесь с ними в какой-то форме? Что-то вам в них интересно, вот в этих девочках? В людях, девочках? Да. Ну, как, конечно, интересно. Во-первых, среди них есть очень глубокие, настоящие, хорошие люди. Вот. Еще даже в молодом возрасте я вижу часто хорошие, настоящие души. Вот. В принципе, конечно, зачастую случается так, что мне не очень интересно с ними общаться, со многим из них, потому что, так сказать, достаточно ограничен круг интересов. Вот. Но я всегда с удовольствием общаюсь с хорошими людьми. Неважно, к какому слою они принадлежат. То есть, для меня главное, чтобы был хороший человек. А там, какой он богатый, или кто у него родители, или и так далее, меня мало волнует. Дима, такой, немножко, может быть, банальный журналистский вопрос. Вообще, вот что вы чувствуете, когда стоите на сцене и смотрите вот этот вот неистово скачущий зрительный зал и исходящий от разного рода чувств к вам? Ну, что я чувствую? Я... Что вы вообще чувствуете? Да, вообще, конечно, чувствую, безусловно. Во-первых, остается какое-то волнение в любом случае. И это хорошо. Я думаю, конечно, меньше волнения, чем на классическом концерте, потому что здесь, как говорится, есть за что спрятаться. Я-то имею в виду... Я понимаю. Я не знаю, что перебиваю, но вот именно, что вот так вот воспринимают вас. Да, вначале я вообще очень сильно этому радовал. Сейчас я, наверное, к этому привык просто. Вот, но в любом случае... Истерия вам это не напоминает? Нет, это не истерия. Потому что истерия, истерия я редко встречаюсь на своих концертах. Вот в том смысле, в настоящем. Это просто нормальная, здоровая реакция. И я думаю, что гораздо хуже было бы, если бы ее не было. Боль высокая моя, дай ночная, Давней печали о твоей. Я понадеюсь в тайне на случай, Только при встрече Вновь отведу глаза Вот непутевый Вот невезучий Вот наказание Светлых волос краса Золотые кости Золотые кости Сохрани астрофик Чистыми, как слезы И когда-нибудь всерьез Вдруг погаснут свечи Облако твоих волос Ляжет мне на плечи Я понадеюсь Снова и снова Я очарован Буду не спать опять Вроде так просто Что здесь такого Что здесь такого Да постесняюсь Слово сказать Сказать Золотые кости Золотые кости Золотые кости Сохрани оставки Чистыми, как слезы И когда-нибудь всерьез Вдруг погаснут свечи Облако твоих волос Ляжет мне на плечи Вы не очень устали? Я не слышу Вы не очень устали? Лишка Песня Смотрит влюблённо Вечер гулёна Нас познакомит Благословит заря Встретишься возле старого клена Не удивляйся, не притворяйся зря Золотые кости, золотые кости Сохрани оставки чистыми, как слезы И когда-нибудь всерьез вдруг погаснут свечи Облако твоих волос ляжет мне на плечи И когда-нибудь всерьез вдруг погаснут свечи Облако твоих волос ляжет мне на плечи Спасибо, спасибо, я понял, что в вашем городе эта песенка тоже популярна Большое спасибо Вы знаете, я хотел бы, чтобы вы сейчас немножко отдохнули от такой быстрой боевой музыки И хотел бы предложить вашему вниманию песню, которую я очень редко исполняю на концертах Только в том случае, если считаю, что найден настоящий, искренний, спасибо, контакт с публикой Я думаю, точнее, я уверен, что сегодня он есть Поэтому я с тобой хочу, спасибо, предложить вашему вниманию сейчас Можно сказать свою детскую песню Она несколько может быть наивна Но она написана в 14-летнем возрасте Она называется «Чужое счастье» «Чужое счастье» Как подснежник пробивается сквозь почву Обезумев от разлуки с весной Так бегу, так бегу я к тебе темной ночью Под гипнозом надежды одной Да бегу до спасительной двери Ты обнимешь и все позади Страх и нежность, любовь и доверье В хрупком шепоте не уходи А на утро не пойму, что случилось Почему ты не рядом со мной Просто мне чье-то счастье приснилось Под гипнозом надежды одной Просто мне чье-то счастье приснилось Под гипнозом надежды одной Дима, на этом концерте филармонии, который был здесь у нас, вы играли Брамса Это ваш выбор был? Ну, как вам сказать Дело в том, что у меня был, так сказать, определенный круг произведений Заду мне на лето И я просто в первую очередь как-то смог быстрее всего выучить именно Брамса Именно это сочинение Потому что оно мне очень понравилось Своей глубиной такой Он настоящий композитор, настоящий музыкант И это настоящая музыка Она, конечно, сложная очень Для восприятия она не популярная В таком смысле шлягерности Но, тем не менее, я стараюсь всегда все-таки ориентироваться Так же, как и в классике Так же, как и при сочинении своих песен В первую очередь на себя Потом уже на других На педагогов, на родителей, на поклонниц и так далее Вы знаете, мне всегда казалось И вот на этом концерте в филармонии Я, так сказать, утвердился в своем мнении Что вы в музыке романтик Так это или нет? Да, безусловно Безусловно? Да, конечно, да Ну, просто жизнь, к сожалению, немножко приземляет И у нас какие-то существуют Много очень проблем И все это немножко прибивает И поэтому любое романтическое начало Оно как-то исчезает Но я пытаюсь его сохранить Потому что оно как-то, ну, держит меня И в каком-то тонусе постоянном И я о чем-то мечтаю И на что-то еще надеюсь Ну, это, наверное, возраст Можно сказать Да, может быть, да Так, а музыку каких композиторов Вы слушаете чаще? Играете, может быть, чаще? Из классических композиторов Я больше всего люблю И ценю двух композиторов Это Моцарт и Рахманинов Вот, в основном, конечно, Рахманинова Я сейчас много играю очень Это очень сложный Это сложный композитор Со сложной техникой Но он мне очень близок именно Своей глубочайшей русской душой Которая у него была, есть И в которую я очень сильно верю И которая меня все время, так сказать Ну, как-то подталкивает К новым каким-то творческим совершениям Скажи А есть такой пианист Который для вас что-то вроде этого? Да, есть Есть, в первую очередь Это Самар Ахманинов тоже Вот Из ныне живущих Из ныне живущих Горовец до недавнего времени Мне посчастливилось побывать на его репетиции На его концерте Когда он приезжал в Москву И это произвело на меня неизгладимое впечатление А что, действительно В игре, так сказать Валерия Кулешова Есть какие-то отгрузки? Мне трудно сказать Потому что я его мало слышал просто Кулешова я мало слышал Ну, раз Горовец так о нём отозвался Так к нему отнёсся Я думаю, что действительно что-то есть На всяком случае Есть феноменальная, так сказать Способность Феноменальная память И Ну, как Это же тоже надо С пластинки снять С транскрипцию сложнейшую Это очень сложно Так И аналогичный вопрос Но уже касающийся Поп, рок, музыки Так сказать Из композиторов, да Из композиторов, исполнителей Вы знаете Круг музыки Которую я слушаю Достаточно велик Потому что мне Ну, я с Тольцем слушаю Стинга И Конечно, в первую очередь Это Питер Габриль Из таких вот Больших величин Для меня Причём, чем дальше Тем больше Ему сейчас уже Я не знаю Где-то уже лет 45, наверное Ну, где-то вот в этом Он находится в возрасте Он пишет сейчас серьёзную музыку У меня есть его некоторые Альбомы последние Это музыка для фильмов И так далее Я вот Очень надеюсь, что Когда мне будет 45 лет Я, может быть, тоже буду писать Музыку такого плана Вот Но у него есть к этому Севосможности У него Студия Есть Он построил недавно Значит Англия Я не знаю Какой там Остров Какое-то Там озеро Огромное И посреди Этого озера Стоит стеклянное Колоссальное здание И стоит, по-моему, 10 миллионов долларов Студия Вам пока это не под силу Мне пока это не под силу Мне пока это не под карман Вот Факт тот, что человек творит В идеальных условиях И творит Настоящее искусство Так сказать Что чувствует И никаких у него нет проблем У вас не было никогда желания Что-нибудь из его репертуара Включить в свой? Ну, я вообще Исполняю только свои песни Понимаете? Вот Но у меня в концерте звучит его музыка Звучит, да? Да В начале и в конце концерта Звучит его музыка До моего выхода на сцену и после Как раз новые пластинки Дима, скажите Можно ли я вас сказать Что стать музыкантом У вас было написано на роду? Нет Дело в том, что понимаете Смотря что Понимать Под словом Написано на роду Одно дело Это призвание Другое дело Это когда Музыкальная семья Человек отдает музыкальную школу И Не всегда из него Получаются музыканты Тем более Настоящие музыканты Ну, отец Очень настаивал на том Что мы стали музыкантом Ну, трудно сказать В пять лет вообще Когда меня привели в музыкальную школу Трудно наставить На чем-то Просто я начал учиться Начал заниматься И Так получилось Что где-то лет в 14-15 Как-то появились какие-то Я, в принципе, всегда был каким-то Какое-то романтичное начало Всегда Романтическое начало Во мне всегда присутствовало Даже вот в маленьком возрасте То есть И отмечали вот в игре Какое-то такое Что-то такое Вот хотя всегда Были какие-то Пианистические проблемы И трудности Но Лет в 14 я плюс начал сочинять И отец сказал мне Говорит Если ты хочешь Так сказать Иметь какую-то хорошую профессию И хорошую работу В любом месте То помимо того Что ты Должен быть пианистом Ты должен заниматься Аранжировкой Вот потому что Говорит такие люди Ну, он уже человек опытный Сказал, что такие люди Во-первых Хороших аранжировщиков Мало Во-вторых Они всегда Найдут себе работу Просто И я начал Заниматься Увлекся И В моих песнях Сейчас Одно из главных Наверное достоинств Все-таки аранжировка Вот как я сам считаю И Это интересно Это мне нравится Я Песню от начала До конца делаю Сам И Наверное Поэтому они Как-то звучат Ну, только вот То, что мне присуще Я очень надеюсь на вас Вы готовы? Да Вот она какая Старая Озера, алтарь Лес, государь Песню удалая Праздник, как уж праздник Ветерок, прокатник С девушками пляс Эх, не стоясь Люди сограсят Люди не сограсят А я молодой С первой царей Вдаль поджагаю А я допою Песню свою Песню свою Песню свою Песню свою Давайте, давайте Не разграбляться Вы же русские люди В конце концов Вот она какая Сторона родная Будет их разная Если спрешна Песня уловая А я молодой А я молодой, а я да пою песню свою, песню свою, песню свою, песню свою. Ну что, нравится песня? Спасибо, нам это очень приятно. Мне остается только добавить, что сейчас заканчивается работа. Вот она, над новым видеоклипом этой песенки. В скором времени вы сможете увидеть ее во многих передачах центрального телевидения. А пока я рад, что вы так хорошо мне помогаете поедать вместе со мной. Вот она какая сторона родная. Вот она какая сторона родная. А я молодой, с первой царей, даль пошагаю. Люди ради Бога, не суди без строга. Утро настает и позовет вольная дорога. Утро настает и позовет вольная дорога. Утро настает и позовет вольная дорога. Оtern艦 с интернrek Persoires Дима, если не секрет, как вы воспринимали музыку самоцветов в свое время? Вы знаете, я, к сожалению, в сознательном возрасте не застал их пика популярности, которая приходилась в 1974-1975 год. Это было время, когда стадион «Динамо» по 10 концертов, по 45 тысяч ломилось. Просто я думаю, что в мое время такого успеха вряд ли кому-то удалось и удастся. Вообще, в случае, из наших исполнителей не достичь. Я, правда, не знаю, мне рассказывали, как в Свердловске научился Пампилеус, выступал тоже стадион, просто был полный, было много концертов, когда с Пугачевой тогда. Ну, это было. На Пугачеву, конечно, стадион может собраться. Да. Вот. И, конечно, я думаю, что у них было свое время, у них были свои достоинства, они, так сказать, старались профессионально работать. Другое дело, это вопросы вертуара. Просто они принадлежат к своему времени, к своей эпохе. Это и невероятные трудности, которые были со стороны того же телевидения, и запреты, и так далее. И с бородой нельзя, и, я не знаю, в джинсах нельзя, в этом нельзя. Вот. И поэтому, конечно, тяжеловато им приходилось, плюс совершенно мизерные какие-то деньги, которые они получали. То есть приходилось там по 40, по 50 концертов в месяц работать, чтобы просто прокормить семью, и это, конечно, не очень хорошо. Что касается какого-то исторического взгляда, то он просто остается, с моей стороны, историческим. Вот. Ну, я уважаю тех людей, которые там работали, потому что там работали хорошие музыканты, которые впоследствии составляют, так скажем, гордость, наверное, нашей эстрады. Это и Кузьмин, и Барыкин, и Беликов, и Аркаша Харалов, и Винокур в свое время начинал. Ну, то есть огромное количество людей, там прошло хорошую школу, тот же Слава Добрынин. Вот. И сейчас другое время, другие люди, другие кумиры. Это все история. Так. Среди событий последнего времени, ну, год или два, были какие-то у вас звездные мгновения? В моей жизни? То, что называется звездные мгновения. Ну, в концертной жизни я имею в виду, конечно, в первую очередь. Ну, нет, просто было много концертов, много съемок, много записей, поездок. Были просто удачные какие-то концерты, где я получал особенное удовольствие от общения с публикой. В принципе, достаточно ровно протекает жизнь, в работе в основном. И концерты тоже идут ровно. Ну, много планов, много мыслей всяких, новых съемок. Я думаю, что в скором времени я немножко меняюсь, меняется стиль, меняется направление песен, тематика. Я как раз вас хотел спросить о том, как продержаться долго в первых строчках хит-парадов. Наверное, вот это и ответ. Да. Ну, вы сегодня послушайте, вот сейчас мы перед концертом разговариваем, мне тоже интересно будет услышать ваше мнение. Вы будете изучать две новых песни, которые отличаются от того, что было у меня раньше. Они более серьезные, не про любовь. Что касается, как удержаться, тут все очень непредсказуемо. Я думаю, что в нашей стране удержаться тоже сложно, так же, как и на Западе. Но в нашей стране есть такое отличие, что если человек становится популярным, то его не так скоро забывают, как там. Потому что там, наверное, из-за количества информации, из-за объема, у нас очень трудно стать популярным. А стать непопулярным у нас уже сложно. То есть должно пройти время. И даже если я сейчас ничего не буду делать, еще пару лет меня будут все помнить. Другое дело, что я не собираюсь складывать оружие и только, как я думаю, набираю очки и набираю силу. Вот. Я надеюсь, что новые песни, которые в скором времени все увидят и услышат, найдут какой-то отклик в сердцах слушателей. Возле чего ж до дома далеко? Далеко мой путь далеко, далеко. Бедное сердца нет, нет, даёт, нет, а струна поёт, знай, своё. Сердце не бойся, не бойся, не бойся, не бойся, сколько всего победать довелось. Веруй, надейся, влюбляйся, влюбляйся и смейся. Я никогда не верил приметам, я не ведаю, где придут. Песни мои гуляют по свету, а случись, что не продадут. Сердце не бойся, не бойся, не бойся, не бойся. Сколько всего победать довелось, веруй, надейся, влюбляйся и смейся. Небо родное увиделось, бедное сердце печалится, брось. Сердце не бойся, не бойся, не бойся. Небо родное увиделось, бедное сердце печалится, брось. Веруй, надейся, влюбляйся и смейся. Обычная жизнь популярных музыкальных исполнителей окружена слухами, легендами, которые очень часто самими исполнителями поддерживаются в рекламных целях. Но вас вот как-то молва, насколько я понимаю, насколько я знаю, обходит. Как вы считаете, объяснение какое-то есть этому? Объяснение, наверное, я этому не очень даю повод. Вот, с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, у меня такой образ, он несколько такой... Не за что зацепиться. Не за что зацепиться, то есть вроде как у меня все в порядке. Понимаете, то есть такое... Как это слово-то, даже не знаю, типа благочестивый. Ну, в общем-то... Благополучный. Благополучный, да. Совершенно верно. Вроде благополучный. Есть над чем поиздеваться вообще? Да. Ну, есть над чем поиздеваться. Но это не происходит. Ну, вроде нет, потому что я не выдумываю ничего, понимаете. Как есть, так и есть. И стараюсь быть искренним и на сцене, и на экране. И если кого-то что-то интересует, я всегда отвечаю правду, и поэтому... В общем, конечно, это хорошее средство рекламы. Скандальные слухи. Но я думаю, что у меня много... Да, просто нет в этом необходимости. Дима, как ваши консерваторские преподаватели относятся к вашей эстрадной карьере? Вы знаете, когда я учился в училище при консерватории, было гораздо больше проблем, потому что там длинные волосы там и так далее. Вот я был, так сказать, как-то вот тоже в периоде становления. Сейчас консерватория достаточно серьезное такое учебное заведение. Каждый занят своим делом, как и студенты, так и преподаватели. И, в общем, честно говоря, мало дела до этого. Лишь бы это не отражалось. Лишь бы это не отражалось на качестве, понимаете? А если качество есть, если я хорошо играю на экзаменах, а я, наоборот, только хочу еще лучше, и, в общем, стремлюсь к этому, чтобы играть лучше и лучше, и буду к этому стремиться, потому что я думаю, что все-таки в итоге это-то со мной и останется. Вот. И все остальное их не волнуйся. Скажите, какую книгу вы последнюю прочитали? Идиота. Или, может быть, сейчас читаете? Идиота я прочитал. Вот это последнее, что вы сейчас прочитали, да? Я считаю, что я сейчас дошел до того уровня, при котором можно понять этого автора. Можно начинать читать Достоевского. Можно начинать читать Достоевского, да. И он производит на меня, конечно, колоссальное впечатление. Я просто запоем его читаю сейчас и хочу дальше, так сказать, постараться все прочитать, что он написал. Мне очень близко его мироощущение, его философия. Он колоссально умный человек, и в каждом слове я вижу огромную философскую, философский огромный смысл, который правилен, на мой взгляд. Скажите, как вы думаете, ваши поклонницы читают Достоевского и слушают Рахманинова? И если начнут это делать, то как? Some of them. Я думаю, что некоторые из них. Некоторые? Некоторые из них читают. Очень большое число, к сожалению. Трудно сказать, наверное, небольшое, да. Просто мне в основном пишут письма люди, которые как раз это читают и слушают. Вот. Но я думаю, что в большинстве своем, конечно, нет. Но я думаю, что все у них еще впереди. Ну какую газету вы предпочитаете читать? Какую газету? Я люблю Огонев. Журнал в первую очередь за его фотографии. Мне колоссально нравятся фотографии, которые там вечатаются. Вот именно их образность, их какая-то жуткая жизненная правдивость, которая там изображается, плюс художественное, конечно, большое содержание. А конек из газет? Трудно даже сказать. Ну вот на следующий год вы выписали что-нибудь здесь? Ну, папа что-то там выписывает. Аргументы и факты. Писывает известия. Вот. Ну так, в общем, читаю, что пойдет в литературную газету. Мало времени просто. Какой последний кинофильм посмотрели? Ой, последний кинофильм в кино я не был, наверное, уже несколько лет. По видео? В таком. Да, по видео. По видео тоже мало хороших фильмов. Ну, Бэтмен. Последний модный фильм такой с Николсоном. Вот вообще я с удовольствием смотрю видео, когда есть хорошие фильмы. Кино настоящее хорошее. Наверное, последний вопрос. Знакомо ли вам чувство довольства собой? Нет. К сожалению. А может, к счастью? Последнее время не было такого. Довольство собой. Ну, не то, что довольство. Не в отрицательном смысле этого слова. Я понимаю. Потому что, когда вы довольны тем, что сделали. Ну, это банальная фраза, что когда человек становится доволен собой, он прекращает творить. Вот. Но я думаю, что именно... У меня наступает период удовлетворения, но он очень короткий. Он скоро проходит. К сожалению. А может быть и к счастью. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо. 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 Спасибо.